всем привет вы находитесь на канале удачным с вами я владимир козырчук и тема сегодняшнего моего видео выпуска налоговые классы в германии что это такое многие люди приезжающие сюда на подработки сталкиваются с проблемой какой налоговый класс им определят и можно ли его поменять поменять класс можно да но если вы допустим женаты имеете партнера или партнершу если у вас есть дети соответственно налоговый класс будет несколько другой значит так теперь по самим классом их в германии 6 первый класс относятся к нему относятся люди одиночки не имеющие и детей не семей то есть если они работают как вот было раньше подоходный налог снимают по полной плюс еще налог за бездетность это вот так вот чтобы вы понимали что такое первый налоговый класс в германии сюда входит большой подоходный налог и налог за бездетность 2 налоговый класс который находится тоже вот в финансовой системе германии это относятся к нему те люди которые одиночки но с детьми то есть у вас может быть один или два ребенка но вы все равно будете платить под аху высокий подоходный налог правда налог за бездетность с вас уже снимается потом у нас идут два класса 3 и 5 эти два класса также как четвертый класс могут выбирать семейные люди если у вас вы женой работаете на хороших работах и у вас что у жены что у мужа оплачиваемая зарплата вернее зарплата за вашу работу достаточно высока вы можете выбрать себе обои четвертый налоговый класс по этому налоговому классу подоходный налог маленький налог за бездетность естественно его нет если у вас есть дети и пенсионные выплаты немножко высокие для того чтобы когда вы выйдете на пенсию ваша пенсия была более-менее нормальных размеров нормальных вот объемов если же к примеру жена или муж получает зарплату больше то можно выбрать соответственно если у вас большая зарплата выбрать себе третий налоговый класс а у того у кого маленькая зарплата выбрать себе пятый налоговый класс для чего это делается чтобы зарплаты по третьему налоговому классу снимали меньше подоходного налога соответственно у того у кто в пятый налоговый класс будут снимать подоходный ног чуть больше и маленькая такая зацепочка когда вы выходите на пенсию тот у кого снимали о третьему налоговому классу налоги все эти и подоходные он будет получать пенсию немножечко больше, чем муж или чем жена, которые находились на 5-м налоговом классе. Но в принципе там буквально 10-20 или 30 евро, это большой роли не играет для обычных людей. Играет роль то, когда вы работаете 20 или 30 или 40 лет подряд на какой-то работе по какому-то определенному налоговому классу, и чтобы меньше терять в зарплате, вы выбираете себе более выгодный налоговый класс. И теперь мы подходим к последнему классу, к шестому налоговому классу. Этот налоговый класс присваивается всем людям, независимо от того, одиночки они или одиночки с детьми, или семейные, всем людям, имеющим вторую дополнительную работу. То есть по вашей основной работе вы можете, к примеру, иметь четвертый налоговый класс или второй налоговый класс. И если у вас есть дополнительная работа, то она будет облагаться налогом по шестому налоговому классу. Он снимает почти 50% всей вашей зарплаты. Это сумасшедший налоговый класс для тех, кто пытается разбогатеть, но никак не может. То есть государство, сама финансовая система, ну по факту не дает вам возможности дико сильно разбогатеть. Это что касается именно вот этих вот налоговых классов. Первый класс только для одиночек, подоходный налог и налог за бездетность. Второй налоговый класс для одиночек с детьми. И третий налоговый класс, он совмещен с пятым налоговым классом. Невозможно сделать так, чтобы и у мужа, и у жены был только третий налоговый класс. Если у кого-то из них третий, значит у второго должен быть пятый. Четвертый класс, он может быть одинаков для мужа и для жены. И шестой налоговый класс, который облагает большим, действительно баснословным налогом вашу дополнительную вторую работу. Вот что касается конкретно налоговых классов в Германии, чуть не сказал в Молдавии. В Молдавии там вообще бардак. Если вам понравилось видео, возникли какие-то вопросы, спрашивайте, подписывайтесь на канал, ставьте свой лайк, комментарии. С вами был я, Владимир Козырчук, автор канала Old Dutchman. Всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok